Здравствуйте, я Людмила Корнеева. В одной из сцен фильма Йорга Салантима «Собедные несчастные» Белла Бакстер на палубе корабля читает книгу американского писателя и философа Ральфа Эмерсона и разговаривает с Мартой и Гарри о философии. Давайте обратим внимание и чтение, и разговор именно о философии. Затем к Белле подходит Дункан Ведерберн и зовет ее в каюту. Белла отказывается и говорит склонившемуся к ней мужчине «Ты загораживаешь солнце». Эта фраза главной героини фильма «Бедные несчастные» в исполнении Эммы Стоун фактическая цитата легендарного ответа древнегреческого философа Диогена Александру Македонскому. А после слов Беллы следующие кадры еще и сняты так называемым «рыбьим глазом», создающим вид будто бы из глубины бочки. И что же это как не аллюзия, то есть намек на знаменитую бочку, в которой по преданию жил Диоген? «Хиш-ай» или «рыбий глаз» — это разновидность сверхширокоугольных объективов с целенаправленно увеличенной дисторсией, то есть искривлением прямых линий, не проходящих через центр кадра. Причем это искривление, называемое дисторсией, получается именно бочкообразным. Это терминологическая характеристика. Таких кадров с бочкообразной дисторсией, снятых широкоугольным объективом, и метафорически имитирующих взгляд словно бы из глубины бочки в фильме Йоргса Лантимаса «Очень много». В законы оптики погружаться не будем, а просто упомяну, что название «рыбий глаз» для широкоугольного объектива произошло из-за замеченного сходства получаемого изображения с эффектом так называемого окна Снелла. Его суть в том, что находящийся под водой наблюдатель, человек или рыба, взглянув вверх, увидит освещенный круг, а вокруг этого светлого круглого пятна вода будет казаться очень затемненной. В фильме Лантимаса «Бедные несчастные» кроме этого условного метафорического взгляда из бочки и очевидного цитирования Диогена, о солнце, которое не надо заслонять, еще и весь стиль поведения и мышления Беллы Бакстер имеет немало общего со стилем жизни и философии легендарного греческого философа Диогена. Наиболее широко известный о Диогене факт использование философам в качестве жилища бочки, а точнее громадного пифоса. Пифос – это большой, иногда до полутора-двух метров высотой глиняный сосуд. Пифосы использовались для хранения зерна, вина, оливкового масла, соленой рыбы, но иногда и для погребений. Последний факт придает выбору Диогена некоторый дополнительный смысловой оттенок. Его обитание в пифосе – это не только об аскетизме, но и о постоянной готовности к завершению жизненного пути. Вспомним, что героиня фильма «Бедные и несчастные» проходит через суицид в своей прошлой жизни. И, кстати, присмотритесь к одному из постеров, плакатов к фильму. Разве ничего в нем не напоминает о бочке Диогена? Диоген был ярчайшим представителем философской школы кинников. Название от древнегреческого «кион» – собака. Часто он даже представлялся собакой. Именно потому художники часто изображали Диогена в окружении этих животных. Даже на могиле Диогена, по преданию, был установлен мраморный памятник с рельефным изображением собаки. Давайте же вспомним и замечание Беллы о том, что ее отец Годвин Бакстер похож лицом на собаку. И неоднократно произносимое ею самой «гав-гав». Кинники, считавшие поведение собак во многом достойным подражания, ценили умение человека постоять за себя. Как настоящий кинник ведет себя и Белла. Вспомните, как она буквально, как настоящая собака, оскаливается, рычит и бросается на Бакстера в карете. Как она отвечает пощечиной на жесткий разговор с ней Дункана в ресторане. Древнегреческие кимики утверждали, что наиболее правильная жизнь – это жизнь естественная, без условностей и искусственностей. Они часто демонстрировали презрение к правилам хорошего тона. Неоднократно отступает от общепринятого вежливого поведения и Белла. Вспомним, например, как она выплевывает в ресторане еду. А на замечание Дункана возражает, зачем, мол, держать еду во рту, если она не понравилась. Подобное презрение к условностям Белла демонстрирует на протяжении фильма не раз. Впрочем, Диоген заходил в своем эпатажном поведении гораздо дальше героиней фильма «Бедные несчастные». Например, демонстрируя свое несогласие с какими-то философскими идеями, он мог в споре прибегать к таким собственным аргументам, как гротескно-сатирическая пантомима, испускание кишечных газов и даже прилюдная мастурбация. В фильме Лантимаса довольно много сцен с не менее вольным и естественным поведением Беллы Бакстер. Весьма двусмысленное представление Беллы Бакстер о браке, о статусе нареченной невесты и ее ничем не ограниченные интимные забавы, отдельная тема в фильме Йорго Салантимаса «Бедные несчастные». Это все тоже прямиком из принципов поведения философов Кинников и, в частности, Диогена. Он вообще отрицал необходимость брака и семьи, ратовал за всеобщность всех женщин, не презирая условности, не раз сам демонстрировал бесстыдное до крайности поведения. Тем не менее, известно, что Диогена одаривали своим вниманием самые известные и лучшие афинские агитеры Лаиса и Фрина. Фрина, кстати, кроме того, что зналась с Диогеном, была натурщицей скульптора Проксителя и живописца Апеллеса. Именно с Фрины Прокситель извоял свою знаменитую Афродиту Кницкую, известную как первое изображение обнаженной богини в античной греческой скульптуре. Возвращаясь к бесстыдству Кинников вообще и Диогена в частности, добавлю, что современный немецкий философ Петер Слоттердайк в своем философском бестселлере «Критика цинического разума» заметили в названии отсылку к Эммануилу Канту, да? Считает, что Диоген стал представителем своего рода сатирического сопротивления идеалистическим философским абстракциям, представленным в то время Платоном. Слоттердайк замечает, что в обществе, где ложь становится формой жизни, истину могут высказывать лишь бесстыдные люди. Образ Беллы Бакстер в фильме Йорго Салантимаса «Бедные несчастные» в некоторой степени тоже является гротескным привлечением внимания к некоторым актуальным проблемам социума, культуры и даже человеческой психологии. Вспомните ее вопрос к Дункану «Так ты хочешь на мне жениться или убить меня?» Серьезнейший вопрос. Ведь действительно нередко кто-то в паре или в большем социальном коллективе противится назревшему расставанию, выдвигая в качестве аргумента против расставания, обвинения. Парадокс? Абсурд? Да. Но как же много подобного в человеческой жизни и отношениях? Кинический аскезис, то есть способность к перенесению трудностей, Белла будет практиковать в борделе мадам Суини в Париже. Причем выступающая в роли наставницы мадам Суини учит Беллу очень ценимой киниками силе, духа и характера. Она говорит Белле, «Мы должны работать, должны зарабатывать деньги, но более того, мы должны испытать все, не только хорошее, но и унижение, ужас, печаль. Это делает нас целостными, Белла, серьезными людьми, а не взбалмошными, неопытными детьми. Так мы познаем мир, а когда мы познаем мир, мир будет наш». «Я хочу этого», отвечает ей Белла Бакстер. Позже мадам Суини скажет Белле слова, которые в трудный час могут пригодиться многим. На эти слова стоит обратить особое внимание, а может быть и запомнить. Мадам Суини говорит Белле Бакстер, «Это твоя черная пора. Прежде, чем к тебе придут свет и мудрость, ты должна это пережить. Оказавшись на другой стороне, ты будешь благодарна этой паре, но ты не должна останавливаться». Я думаю, что в сложный жизненный момент такие слова действительно могут поддержать. Крайне интересен и философ Ральф Эмерсон, книгу которого в фильме читала Белла. Он тоже был ярким нон-конформистом, но уже второй половины XIX века. Будучи пастором, после неожиданной смерти своей первой жены, Эмерсон пережил глубокий духовный и идейный кризис, в результате которого выступил против обряда «Тайной вечери». Естественно, у Эмерсона возник конфликт с прикажанами и руководством церкви. Он вынужден был покинуть свой приход и несколько лет вести образ жизни едва ли не странствующего философа. В своем эссе «Доверие к себе» Эмерсон призывал доверять своим непосредственным интуитивным восприятиям, не идти на поводу у конформизма, почитания прошлого и даже страха огорчить близких. Только преодолев все это, человек способен избавиться от давления общества, обрести власть над судьбой и встать вровень с гениями. А еще Ральф Эмерсон считал, что Бога и природу нужно воспринимать и понимать не через тексты, а через вдохновение и наслаждение. Именно таким путем и идет Белла Бакстер. Впрочем, не стоит торопиться идеализировать ни образ героини фильма Лантимаса бедные несчастные Беллы Бакстер, ни ее исторические прообразы. Напомню, что современное понятие цинизм произошло от названия философской школы кинизм. И хотя сентиментализм порой проявляет себя куда хуже цинизма, но все же. А еще в психиатрии есть понятие синдром диогена. Одним из симптомов синдрома диогена является абсолютная неспособность человека испытывать стыд. И это делает его поведение абсолютно асоциальным. И возвращаемся к фильму. Ближе к финалу, во время прогулки с Беллой вдоль реки, Макс говорит, что так же, как можно вылечить болезнь, можно избавить людей от предрассудка. Но давайте вспомним, что именно о процессе изменений говорит Белла Бакстер еще в Доме терпимости в Париже. В ответ на замечание мадам Суини, что Белла, мол, не знает заведенных порядков, Белла фактически излагает исторический процесс новых открытий и изменений. Как говорит Бог, мой отец, все остается так, как есть, пока мы не откроем новый путь. И это станет новым, тем, как есть, до нового открытия. Фактически, Белла говорит о том, что на смену старым предрассудкам всегда приходят новые. И они не всегда лучше. Давайте об этом не забывать. В каких-то эпизодах фильма Белла Бакстер то проходит стезей великих учителей, то пытается буквально следовать их учениям. Например, в какой-то момент она, как ставшей Буддой Сиддхартха Гаутама, неожиданно для себя открывает страдания этого мира. Затем Белла вполне в духе христианского учения отдает, точнее, передает все деньги бедным. Впрочем, эта идея могла возникнуть у Беллы и под влиянием Эмерсона. Ральф Эмерсон считал институт собственности в его современном капиталистическом виде, несправедливым и разрушающим души людей. Неудивительно, что, начитавшись именно Эмерсона, Белла решает отдать все деньги Дункана бедным. Конечно же, все эти культурно-исторические аллюзии к образам философов, великих учителей и их учениям, только один пласт, одна линия содержания фильма. Белла проходит и через личностные фазы роста и взросления, но это уже другая тема. Всего доброго и до новых встреч!